Всем привет, с вами ReSim и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на последние изменения в Traveler's Rest в симуляторе управления таверной. Желаю всем приятного просмотра. Итак, начнем. В этом обновлении разработчик решил сделать упор на изменения визуальной части, в особенности персонажа. Теперь он выглядит более четко и более детально, нежели это было ранее. Уже больше похоже на человечка, а не на размытое пятно. Так выглядело создание персонажа изначально. Разница, по-моему, очевидна. Помимо основного персонажа, теперь можно выбрать внешний вид нашей кошки или кота, кому как больше нравится. Здесь их несколько видов, так что каждый, думаю, сможет найти себе подходящий вариант. Следующее изменение это смена иконок для наших продуктов питания. Для алкоголя это смена внешнего вида бутылок. Также сменились иконки для приготовленных блюд и их компонентов. Вот как они выглядели ранее. А теперь выглядят вот так. Гораздо более четче, красочнее и понятнее. Особенно сыры и рыба. А вот так теперь выглядят шашлык и пирог. А вот бутылка виски как поменялась. Также поработали над изменением анимации персонажа. Теперь рубка выглядит более плавно и похоже на рубку. Анимация работы с киркой тоже изменилась. Теперь это больше похоже на работу киркой, а не маханием какой-то закорючки. Перед обновлением по визуальной части и анимации выходило обновление по строительству. Вот такой верстак выдавался, который теперь позволяет строить таверну изнутри, расширять ее как мы захотим, строить новые комнаты и делить их на зоны с определенной привязкой к цели использования. А также менять внешний вид пола и стен. Но для этого будут требоваться ресурсы. Доски, гвозди, блоки каменные и строительная смесь. А главный минус этого обновления был в том, что весь второй этаж был снесен, поэтому все комнаты придется заново построить самому и снова отдекорировать их. К счастью, все вещи, которые вы использовали ранее, остались в вашем сундуке, так что вы их можете повторно использовать. Но только тогда, когда отстроите все комнаты, а для этого нужно будет очень много ресурсов, особенно строительной смеси. Также изменился внешний вид наемных сотрудников. Теперь у нас есть бородатый бармен, уборщик и милая горничная. Кстати, внешний вид растений на нашем поле никак не изменился, только упаковка их семян. А еще изменилась анимация наших сотрудников, а также внешний вид волшебной метлы и ее анимации. На этом все изменения закончились. Не скажу, что прям супер крупные, но движение идет, а следовательно прогресс есть. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии, а пока всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok